Нагадай свое счастье! Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Я Карина Таро Акипрактик. Сегодня мы с вами гадаем на замечательную тему, когда решатся ваши финансовые проблемы и трудности. Как скоро к вам придут деньги? И у нас с вами будет на Таро Муги три позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, мы с вами сейчас будем рассуждать, насколько много шансов, что у вас скоро появятся деньги, решатся какие-то ваши финансовые трудности. И может быть нужно что-то для этого сделать, а может быть нужно просто подождать, поэтому давайте смотреть. Как вы помните, я купила новую колоду, я об этом говорила в Шоттс. И вот мы сейчас с вами будем на ней гадать. Это Таро Мышей, Таро Оф Муги. Очень интересная колода, очень мне понравилась. Первая карта будет показывать ваше текущее финансовое положение, как его оценивают высшие силы. И соответственно, вы сможете по первой карте, по сигнификатору ориентироваться, правильно ли выбрали позицию. Итак, колоду мы с вами перемешали. Берем три карты, три позиции. Первая, вторая, третья. И давайте камушками украшать. Первая позиция горный хрусталь. Вторая позиция у накид. Третья позиция лазурит. Такой лазурит. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Итак, наш горный хрусталь. Вот прям чувствую, что скоро разрешатся ваши финансовые проблемы. А мы сейчас проанализируем, что и как. Итак, первая карта. Ваше финансовое положение по мнению высших сил. Король жезлов. Самостоятельная карта. Вы ни на кого не рассчитываете. Ну, женщина здесь максимум может на мужчину рассчитывать, да, какого-то. Но в целом человек самостоятельный. Вот в плане финансов человек самостоятельный. Вы прирожденный предприниматель. Сказать, что у вас сейчас плохое финансовое положение, вот совсем плохое, по этой карте, конечно, нельзя. И если вдруг у вас правда плачевное, вот вы считаете, что вот опустились прямо на дно, то, соответственно, мое мнение, что вам лучше выбрать другую позицию. Потому что многие люди очень сильно ошибаются при выборе позиции. Там выбирают любимый номер. Может камень выбрать любимый. Или, ну, как угодно, но не по сигнификатору, понимаете. А здесь сигнификатор показывает финансовое преуспевание. Или хотя бы умение предпринимать. То есть человек действия, да. Есть еще момент по этой карте. У вас может быть финансовый покровитель. Ну, то есть человек, от которого вы финансово зависите. Для женщины это мужчина чаще всего. Ну, хотя бывают разные варианты. Кто для вас выступает королем жезлов? Вот в чем вопрос. И если вы не самостоятельны, это может быть кто-то, кто ставит вас в зависимости от себя в плане денег, конечно. Такое очень часто бывает по королю жезлов. Потому что он такой вот весь король-царь. Вот он может содержать вполне. И, соответственно, либо вы можете кого-то содержать сейчас, да. Либо вас кто-то может содержать. Для вас это означает король жезлов. Еще карта может показывать человека, который всего-всего в жизни только добивается сам. Как говорится, лбом пробивает. И никто ничего не дал. Никаких наследств. Никаких от родителей квартир. То есть, ну, абсолютно ничего. Вы гордитесь собой. Однако у вас может быть вполне-таки среднее финансовое положение. Ну, мол, зато самостоятельно. Зато вот, зато я могу. Я чувствую, что если я все это добивалась или добивался сам, да, то значит, что я все равно молодец. Там человек может думать снизу, там, да, снизу добился чего-то в жизни. Это очень похвально, хорошо. Но в любом случае это не какое-то плохое совсем финансовое положение. Итак. Вот он, наш король жезлов, да. Гадаем. Как скоро вам могут поступить деньги? Давайте не будем брать здесь какие-то мелкие суммы. Давайте посмотрим, наоборот, что-то крупное. Ну, вот как скоро вам могут поступить такие деньги, чтобы решить хотя бы часть ваших финансовых проблем, если они у вас есть, или, ну, там, допустим, ваших финансовых вопросов каких-то решить часть. То есть, как скоро вам поступят деньги именно, как бы, большие. Вышла карта Паш Кубков. Паш Кубков. Так, ну, давайте анализировать, да. Паш Кубков карта такая, очень светлая, хорошая, часто показывает некоторые предложения, причем довольно-таки заманчивые, такие светлые предложения, от кого-то, кто заинтересован, да. И сама по себе эта карта, она показывает, по сути, ну, какое-то такое состояние лета. Ну, вот я это все равно вижу, как, больше как лето. И если уж говорить о больших каких-то деньгах, о том, что могут появляться, да, там, допустим, крупные суммы, чтобы решать какие-то ваши вопросы, естественно, это может быть, там, в июле, например. То есть, это не завтра, да. Ну, хотя, смотря когда, вы смотрите это видео. То есть, это тоже от этого зависит, потому что один человек посмотрит зимой, а другой человек посмотрит уже летом. И, соответственно, да, это может быть, что, допустим, вы когда, там, хотите решить свои финансовые вопросы, вы уже чувствуете, что они вот на пороге, да, решаются на пороге. Поэтому я считаю, что здесь может быть это летом, а как скоро это для вас, это уже другой вопрос, как говорится. Потом, что еще? Ну, Пашкуков, он может показывать, по сути, что кто-то хочет вам что-то предложить, подарить, сделать для вас что-то хорошее, да. И, соответственно, карта такая вот дружелюбного человека, который, благодетель, который делает что-то такое, да. Но, опять же, и не глобальное. То есть, я могу тебе помочь найти такую работу, при которой ты заработаешь крупную сумму, да. Или, ну, могут быть какие-то любовные истории. Ну, то есть, если ты будешь там со мной, то мы решим часть твоих финансовых проблем. То есть, Пашкуков, он очень часто и такое может говорить. И, там, соответственно, может быть, вы с кем-то уже любезничаете, переписываетесь, перезваниваетесь. И, ну, карта намекает тогда, да, может быть, и любовная история какая-то. И тогда в этой любовной истории вы можете, ну, заиметь еще и деньги. Ну, то есть, не то, что продать себя, а быть с человеком, который, допустим, ну, может решить часть ваших проблем. Еще Пашкуков может означать знак зодиака рыбы. И, соответственно, тогда сроки, допустим, если вы зимой смотрите, подвигаются. Поэтому не только на лето здесь, нужно обращать внимание. А еще и на март месяц. Вот. Поэтому вот как, ну, тоже такая карта, не только лето, да, она может показывать. А еще может показывать, вот, типа, начало цветения, начало весны, радость от того, что что-то в жизни расцветает. И поэтому март. Может март показывать, да. Ну, хорошо, все сроки мы обговорили. То есть, когда у вас поступят более такие крупные деньги, чтобы решить часть, хотя бы часть ваших финансовых проблем или полностью. Смотрим дальше. Денежные возможности, которые вы должны рассмотреть более внимательно. То есть, у вас все равно есть возможности для заработка. Просто вы, может быть, или перед своим носом не видите, да, или не хотите ими воспользоваться, а надо. Или подсказка от Таро, ну, вот, про ваши денежные возможности. Что же вы выпускаете из виду? Рыцарь кубков. Вот смотрите, как интересно. Как будто бы вот опять идет любовная история, да. Особенно для женщин это актуально, потому что, ну, сейчас и для мужчин. Но для женщин наиболее актуально, потому что, действительно, женщина, когда обретает опору рядом с собой, мужчину, естественно, он решает ее какие-то финансовые проблемы, трудности или смена партнера, да. Для мужчины здесь тоже может такое быть, что связаться с более состоятельной женщиной. Ну, почему нет? Ну, бывает сейчас часто такое. Не говорю, что это хорошо. Не говорю, что это хорошо. Но у вас любовная история какая-то идет, как будто бы по картам, которая тоже может вот решить часть ваших финансовых проблем. Значит, следующая денежная возможность по рыцарю кубков, это заниматься тем, чем ты любишь заниматься, то есть какой-то творческой работой. Возможно, у вас есть любимое дело, занятие, от которого душа поет. И даже если вы работаете на нелюбимой работе или не работаете вовсе, вы можете заниматься тем, что вы любите увлекаться, развивать. И, соответственно, это, ну, решит ваши проблемы. Плюс рыцарь кубков может означать торговлю и даже репетиторство, если вы хорошо знаете иностранный язык. Поэтому карта показывает, что вы можете заняться, опять же, вот, там, какими-то мелкими торговыми делами, мелкой торговлей в интернете, да. Вот, либо, например, если вы знаете что-то, что не знают другие, рассказывать об этом. Это могут быть эзотерические курсы, языковые курсы, преподавание, там, не знаю, математики, там, истории и всего прочего. Все, что вы знаете. Следующая карта. От какого человека или проекта ожидать поступления денег? То есть с кем или с чем это связано, да. Семерка пентаклей. Так, ну, вообще, если проект рассматривать, семечко садишь, а потом очень долго ждешь, когда оно вырастет, ухаживаешь, поливаешь. То есть это какие-то долгосрочные проекты. И причем нужно время для раскрутки бизнес, чтобы был вот именно бизнес какой-то стационарный. Вот. Действительно, можно по этой карте что-то выращивать. Проект выращивания. Ну, там, не знаю, клубники. Цветов каких-нибудь редких в горшках или еще что-то. И человек, усталый человек, который в жизни очень много работал. Скорее всего, человек больше, ближе к человеку в возрасте. Тот, возможно, кого вы давненько знаете. И такой, знаете, вот энергетически истощенный, но много на себе, который тащит человек. Понимаете? Вот такое описание прям. Описание такого человека. На себе много тащит. Уставший вечно, измотанный, измызганный. Плохо одевается, о себе не думает никогда. Вот такой человек. Результат, исход ситуации для вас. Давайте посмотрим. Император. Здесь решает, возможно, мужчина какой-то. Потому что и началось-то все с короля. Все карты намекали на кого-то. И решается все. Исход ситуации, результат императора. Деньги у вас будут. Ну, как будто с помощью какого-то мужчины. Если даже вы мужчина, деньги могут быть с помощью какого-то влиятельного человека. Мужчины. Или очень влиятельные дамы, у которой мужской характер. Часто бывает, что дамы носят титул императора, если у них есть власть. И многие женщины сейчас перенимают мужской характер. Но, да, больше всего император и король жезлов на мужчин похожи, естественно. Как и рыцарь кубков. Вот. Ну, вот такой ответ у нас по первой позиции. Проанализировали, да. Деньги ждите. Крайний срок это у нас март. Самый поздний это лето. Где-то июль. Вот. И, соответственно, получается, либо какое-то ждите любовное предложение. И это тоже может решить ваш финансовый вопрос. Хорошо. Идем дальше. Унакид. Вторая позиция. Решение финансовых проблем для вас. Скоро придут деньги. Чувствую, когда. Да. И первая карта текущая финансовая ситуация ваша. Какой карты ее видят высшие силы. Двойка жезлов. Ну, такая себе ситуация, я вам скажу. Понимаете, двойка жезлов, она показывает все-таки некоторое энергоистощение. Ну, я так это вижу. Почему? Потому что человек как будто в тупик зашел по поводу денег. Он, ему, во-первых, надоело все, чем он занимается или он не понимает вообще, чем ему заниматься в жизни. Ему как-то все скучно, подытожено и выведено, что это ему или не мое, или не приносит столько доходов, сколько я хочу. Или просто истощила какая-то жизненная ситуация, надоело, уже отпадает. Я в состоянии такого стагнации, ступора, но перед переходом. Вот понимаете, как будто рывок вас ждет в будущем, но еще не сейчас. Также двойка жезлов. Я планирую, как мне заработать финансы, но еще пока не действую. Двойка жезлов может означать финансовую удачу в прошлом. То есть в прошлом вы были финансово удачливы, но не сейчас, не в данный момент. То есть в данный момент скорее это истощение и потери. Есть еще такой момент, что у вас могут приходить небольшие суммы суммы денег постоянно. И еще может быть такое, что человек в безопасности находится, но не имеет изобилия. Понимаете? Сильно хорошей карту назвать не могу. Было хорошо, может быть, но не сейчас. Сейчас точно что-то такое скучное, среднее, вялое. Может нет энергии для зарабатывания денег. Понимаете, вы можете получить поддержку, но как будто бы она какая-то грязноватая. Вот эта карта, она всегда показывает, что человек отворачивается от чего-то. То есть он знает бы, допустим, как бы он мог получить много денег, но что-то не хотелось бы туда. Ну будет чувство, что вы себя потеряли. Ну и вообще просто вот такое что-то. Ну не знаю, как мне пока быть. Ну не очень-то знаю. Вот планирую что-то, но еще не оформлено. Не обрисовано, как это хотелось бы мне. Как скоро вам поступят деньги для решения ваших финансовых вопросов? Именно крупные суммы, может быть, какие-то или еще что-то. То есть не какие-то мелкие 100 рублей или 20 гривен или 1 евро, а вот именно нормальные деньги. Давайте смотреть. Девятка жезлов. Девятка жезлов. Во-первых, не скоро. Сразу говорю. Вот карта, если, допустим, в прошлой позиции Паш Кубков показывал, что еще как-то все может скоро решиться, да? Девятка жезлов показывает наоборот. Вы как будто энергетически закрываетесь от того, чтобы решать ваши финансовые вопросы. И оттягиваете сами, вот даже сами этот момент, отгораживаетесь даже от него, чтобы решить эти финансовые вопросы. Вы не открыты для этого. И чувство, что вот по этой карте, что чуть ли не следующей зимой только или осенью. Вообще сама по себе карта Девятка жезлов показывает декабрь. А декабрь, вот в данный момент я записываю видео, допустим, декабрь прошел, да? И уже январь заканчивается. Вот. Но вы можете смотреть это видео в любой сезон. Может у вас близится там декабрь следующий, да? И соответственно у вас тогда скоро может решиться финансовый вопрос. Но из сегодняшней точки я бы сказала, что очень долго ждать. Очень долго. следующей зимы или конца осени. Есть еще момент по девятке жезлов. Она говорит, эта карта о том, что человек ну как будто живет в принципе стабильно. Но он опять же в прошлом где-то живет. То есть у него в прошлом что-то было, что создало ему в принципе какую-то стабильность. Но это не его настоящее будущее. То есть сейчас он еле держится в финансовом смысле. И соответственно какое-то длительное время вы будете еле держаться. а это значит, что вам нужно что-то делать для того, чтобы все-таки у вас были деньги. Что-то делать для этого. То есть карты они не ставят крест на вашей жизни. И не говорят о том, что ну все, что бы ты ни делал, у тебя деньги будут только в декабре. Так они не говорят. Они говорят при текущей ситуации, как ты себя ведешь, деньги будут только в декабре. У тебя не хватает по-другому. Действует по-другому. Итак, какие денежные возможности вы должны рассмотреть более внимательно. Вот я же чувствую, что у вас будут скоро деньги. Я чувствую. Значит, вам нужно активировать ваши денежные возможности, рассмотреть их. Итак, тройка кубков. Смотрите, вот это денежные возможности, во-первых, реализованные с помощью праздников, корпоративов, каких-то увеселительных вещей. Все, что связано с развлечением человека в этой карте скрыто. Поэтому, если вы заняты в какой-то такой индустрии, где можно хоть кого-то, хоть чем-то развлечь, вам можно привлечь к себе сколько угодно денег, если вы будете действительно заниматься развлечением. Сделайте людям развлекательную программу. Плюс в этой карте скрыт подтекст алкоголя. То есть, может быть, вы заняты торговлей продуктами, тогда должно быть разрешение на продажу алкоголя. Или, может быть, что-то как легкие спиртные напитки, ресторан, кафе, всякие бестро, может быть, и это нужно, какой-то такой бизнес, бизнес, связанный с организацией, свадеб, день рождения, всяких корпоративов, украшений, стола, праздников. Вот это все вы должны учитывать. И развлечение любого другого рода. То есть, все, что людям нравится, отчего им весело, хорошо, интересно, приятно. Больше улыбайтесь, будьте яркими, потому что вы явно стухли. Посмотрите на эти карты, вы стухли. У вас энергии не хватает на то, чтобы вот так шевелиться и веселиться. Научитесь радоваться хотя бы перед людьми. Если вы хотите заработать, вам нужно показать счастье свое, свою радость, блеск в глазах. Деньги пойдут рекой. Вот честно говорю, просто рекой. Позитива добавляйте, позитивчика. От какого человека или проекта ожидать поступления денег? Может быть, есть такой человек, а вы и не знаете, или проект. Отшельник это человек одиночка. человек, который сейчас один, человек, который сейчас одиночка, человек, который может быть является учителем, преподавателем или любит какие-то духовные практики, развивается сейчас духовно. Вот от него можно ожидать на самом деле денег и также деньги от вашего индивидуального предпринимательства, если вы занимаетесь. в принципе тоже можно ожидать, если вы будете на эту карту обращать внимание. То есть вы не используете возможности веселья, развлечения для людей. Даже если у вас самый чопорный в мире магазин или вы работаете просто продавщицей, вы всегда можете развлекать людей. Поставьте на полки какие-то хорошие интересные штуки или составьте товар в виде каких-то фигур. это сразу же люди начнут разбирать этот товар, который составлен в виде красивой фигуры или слова с помощью соков напишите. Понимаете, составьте из соков слова, у которых буквы есть. Да что угодно, что угодно. Добавляйте креатива на полке. Вот понимаете, отшельник действует самостоятельно. Твой проект может работать без даже чьей-то поддержки. Результат исход ситуации. Нужны просто действия, у вас их нет, поэтому декабря жди, когда деньги, если не хочешь действовать. А если хочешь действовать, конечно, придут деньги. Исход ситуации. Результат шестерка мечей. Чтобы куда-то заработать больше денег, вам придется куда-то съездить или совершить какой-то переход. Нужна дорога. Вы плавно выплывете из всех своих трудностей и проблем финансовых в скором времени. Главное действовать и не совершать сильно резких движений. У вас все получится, все решится, если вы будете действительно просто следовать советам карт. Просто следовать и все будет хорошо. Ну, вот такой ответ у нас по второй позиции. так, мы идем к позиции номер три. Наш лазурит. Наш лазуритик. Итак, первая карта показывает ваше текущее финансовое положение сегодня. это шут. Шут человек бедный, у него только котомка. Либо ему все равно на финансы, либо он просто тот, кто в начале пути, искатель приключений. Он ему без разницы на деньги, в том плане, что если они у него появляются, он тут же может распорядиться как угодно, швырять, потратить на то, от чего он бывает счастлив, не больше, не меньше. Понимаете, шут, он как ребенок, он не обращает внимания, но он никогда не бывает сильно богат. Ну, не бывает. Либо он может быть таким очень крутым, креативным дизайнером, который, тогда он может быть очень богат. Но ему на это просто вся лето. Он творит, он там в своей эйфории находится и все. Вы можете по карте шут очень часто рисковать деньгами. Рисковать именно. Играть в лотереи различные. Вот. И также тратить на глупости, допустим, даже если есть деньги. Но у вас мелкая котомка и они особо богатые наряд, я вам скажу. Поэтому, да, сейчас как-то все не очень, но вам на это и не совершенно и как-то все равно. Хорошо. Вы же все равно интересуетесь этим раскладом. Пусть вас, может быть, и не сильно это, да, напрягает. Ну, две карты покажу, покажу. Восьмерка и семерка мечей. Это карта, говорящая о том, что высшие силы намекнули, да, что вы ищете хитрый способ решить денежный вопрос, а его не существует. И вместо того, чтобы просто действовать, вы запираете себя в какие-то рамки, да, которые не дают вам действовать правильно, а неправильно действовать сколько угодно, но оно не выходит, чтобы большие деньги появлялись. Хорошо, как скоро поступят деньги вам, которые решат хотя бы часть ваших финансовых проблем? Тут жезлов, я бы сказала скоро. Во-первых, скоро карта действительно говорит о блестящей идее, о какой-то новой, может быть, работе или проекте, где выстрелит, да, но с другой стороны эта карта показывает весну, апрель, вот, об этом тоже не забывайте. Все-таки это туз жезлов, он связан с месяцем апреля, поэтому, если вы ждете вот прямо сейчас, смотрите зимой, да, знаете, что, ну, до апреля все равно придется подождать, но если вы хотите вот очень быстро, тогда и придумайте самую крутую идею, которая будет зарабатывать, и причем зарабатывать сразу. Никаких ведь проблем, включаем фантазию, да, хорошо, значит, денежные возможности, которые вы должны рассмотреть более внимательно. Девятка мечей, астрология, вы можете заниматься эзотерикой, астрологией, изучать знаки зодиака, на этом зарабатывать, создавать блоги, каналы, консультации, изучить астрологию не так-то долго, вот, вести, допустим, блог в инстаграме и параллельно изучать, тоже можно, изучил там сегодня что-то рассказал, изучил завтра рассказал, не обязательно же быть сразу идеальным специалистом, для ведения блога это не нужно, статьи писать по астрологии, по эзотерике, любые статьи, главное, грамотно написанные, как у любого нормального журналиста, вот, поизучать может, как писать эти статьи, стать продаваемым астрологом, составлять, научиться натальные карты, рассказывать людям, составлять индивидуально и так далее, с описанием, ну, это как возможность для вас, других по этой карте мало, ну, еще может быть психологом разбирать травмы, тоже вариант, так, хорошо, от какого человека или проекта ожидать поступления денег, давайте посмотрим, так, пожезлов, от кого-то молодого, молодого, яркого, креативного, веселого, интересного, кто вам нравится, харизматичный человек, от кого-то нового, знакомого, может быть, еще, от человека, у которого горят глаза, который выглядит моложе своих лет, если проект, новый проект, новый проект, которому нужно учиться, как новая идея, которую вы начали осуществлять, пожезлов, карта, занятие тем, что приносит безумную радость, что приносит свежий ветер в вашу жизнь и опять же весну, слово весна здесь фигурирует постоянно в третьем раскладе, на весну делайте ставки в этом году, потому что она действительно принесет вам большой успех, если вы будете шевелиться и вообще не виделось, чтобы на человека с неба падали деньги, однако были небольшие такие, как у некоторых попытки и случаи, что все-таки если энергетически раскручивать эту ситуацию, это опять же все равно действие, но могут приходить человеку, который и не работает, и ничего не делает, деньги из других источников, ну там от любимых людей, от близких, от родных, еще от чего-то, но это нужно тогда энергетически прокачивать себя, чтобы притягивать эти деньги, на самом деле это тоже работа, извини, когда ты сидишь, ну допустим, ты не работаешь, да, представим, ты не работаешь, ты сидишь дома, у тебя нет денег сейчас, но ты прокачиваешь, это такая энергетическая, очень тяжелая практика, когда ты садишься в позу, извините, лотоса и сидишь там долго и работаешь с тем, что тебе нужно, во-первых, расслабиться, не впадать в отчаяние, а притягивать деньги, да, это работа, и да, они притягиваются в этом случае, но никто не может заручиться, что это легче, чем работать, потому что не проще ли тогда было уж какой-нибудь пойти там, не знаю, продавщицей или какой-нибудь там дворником или уборщицей, но это не надо тогда так себя изводить энергетически, ну как изводить, это же тренировка, закалка, да, то есть это нужно какое-то длительное время проделывать, рискуешь умереть с голоду, как говорится, пока ты это делаешь, то есть у тебя должна быть какая-то все равно база, да, ну хорошо, представь, что ты работаешь там, не знаю, на какой-то низкооплачиваемой работе, приходишь домой и совершаешь энергопрактики несколько часов в день, чтобы притягивать деньги, которые на тебя будут падать с неба, ты проделаешь это все по правилам, это работа, это тяжелая работа, энергетику свою ставить надо, это не какая-то шутка, потом начинаешь уже через полгода думать, когда, да, это начинает работать, но ты через полгода начинаешь думать, что проделала работы больше, чем если бы работал еще на какой-то работе, поэтому, вот, что бы вы не загадывали в своей жизни, да, в плане денег, но это все равно нужно что-то делать, просто погадать не привлечет к вам деньги, понимаете, просто погадать, вот мне кто-то написал прям сегодня, что ли, в комментариях, я вас столько смотрю, но вот почему-то моя жизнь не меняется в лучшую сторону, эй, ты думаешь, просмотром можно изменить жизнь в лучшую сторону, посмотрел видео, и жизнь изменилась, так что, мы тут советы вообще-то даем, как действовать каждый божий день, чтобы у тебя хоть что-то получалось, а почему ты этого не делаешь, хорошо, результат, исход вашей ситуации, карта мир, у вас все получится, вот, если вы будете реально действовать, у вас все получится, во-первых, кольцо, какой-то союз может решить ваш вопрос в скором будущем, во-вторых, итоги, то есть вы проделаете какую-то работу, это принесет вам большой успех, причем действительно будете делать вывод, что успех какой-то колоссальный, грандиозный, супер, причем заниматься будете именно любимым делом, ищите любимое дело, и новые идеи, да, вот какие-то прям, вот, креативить надо здесь, и если будете, у вас все получится, а, кстати, еще забыла спросить, занимаетесь ли вы, может быть, чем-то в интернете, потому что туз жезлов, паз жезлов, девятка мечей, это все занятия в интернете, поэтому, может быть, у вас есть уже какой-то интернет-бизнес, напишите, пожалуйста, и, и получается, карты тогда сигнализировали, раскручивая все сильнее свой интернет-бизнес, ну, вот так, ну, вот такой вот вопрос я задала, я надеюсь, третья позиция мне на него в комментариях ответит, всем спасибо за внимание, жду, что вы продолжите смотреть мой канал, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, помогайте каналу донатами, кто уже не может смотреть YouTube, переходите на Яндекс.Зен, там мой канал тоже называется Школа Таро Альвиен, и в описании к каждому видео есть ссылка на канал, Яндекс.Зен, вот, Яндекс.Зен что-то не пополняется, поэтому смотрю, как-то, пока люди не переходят туда, но, если вы хотите все-таки остаться с нами, да, и мало ли что случится, подпишитесь туда заранее, потому что потом может оказаться вообще поздно, и все такое, и потом не найдете меня, вот, поэтому ищите сразу, подписывайтесь в Телеграм, у нас там замечательная группа, дружная такая, да, все общаются, вот, робот работает, гадатель, вводишь кодовое слово, он тебе гадает, там весело, интересно у нас в Телеге, и я туда скидываю все ссылки на свои видео, а, кстати, хотела спросить тех, кто в Телеграме подписан, надо ли скидывать туда ссылки на видео уже с Яндекс.Зен, или лучше с Ютуба, вот, подшоты смотрите на канале обязательно, каналы лайв, каналы гадания заговора, ритуалы Карина, ну вот, вроде бы все, всем пока, и до новых встреч!